Итак, друзья, это видео будет для тех, кто занимается стоками, либо другой деятельностью. Ну, не важно. Главное, что у вас есть доход через Payoneer, Skrill, Paypal, в частности, про Payoneer. Все знают прекрасно, что Payoneer 16 декабря перестает работать в Российской Федерации. И сейчас все дружники стали делать релокацию в другую страну. То есть, по крайней мере, хотя бы аккаунт разово проехать туда, чтобы перевести аккаунт Payoneer, а потом обратно вернуться в Россию и работать. Так вот, хочу вас огорчить. Мне просто много пишут уже в личку, поэтому я хочу просто сказать такое короткое видео. Если вы поедете, сделаете себе аккаунт новый в другой стране и обратно приедете в Россию, то вам надо будет в любом случае подтверждать это, что вы находитесь в другой стране. Я не знаю, это может быть раз в полгода, так и раз в год, может быть раз в два года. Как Payoneer будет делать запрос? Payoneer, Skrill и Paypal, они любят часто делать такие запросы. И чтобы вы предоставили им договор аренды, либо это будет счет за коммуналку, либо выписка со счета с банка, неважно, чтобы вы подтвердили, что вы там проживаете. Резидентство неважно подтверждать. У нас, допустим, это происходит у меня конкретно. Каждых полгода у жены где-то может быть раз в год. То есть надо будет подтверждать это. Поэтому имейте в виду, что если вы съездите в другую страну, перерегистрируете аккаунт, то это не говорит о том, что это будет только разово, как вам некоторые это все рассказывают красиво. Вы туда будете кататься по первому запросу Payoneer. Если же в течение недели-двух вы этого не сделаете, вам просто заблокируют ваш аккаунт, как это сделали нам. Payoneer нам сказал подтвердиться, мы не подтвердили, раз, и он нас заблокировал. То есть мы, конечно, это все разблокировали, но это еще те качели и тут еще квест. Поэтому лучше всего это делать сразу. Что касается некоторых вопросов, можно ли, допустим, аккаунт у меня будет на стоках мой, а я, допустим, буду переводить, подтяну Payoneer, допустим, своего приятеля из другой страны. Так вот, Payoneer, он запрашивает, чтобы, вот как у нас опять же было, чтобы аккаунт Payoneer и сток, в частности сайт, то есть сток, на котором он получает перевод, с которым он переводит, там получает перевод, чтобы он был на ваше имя, на одно и то же имя. Если имя не совпадает, вот это вот у моей жены было, опять же, блок, то есть имя не совпадало, потому что она сменила фамилию, вот девичья фамилия у нее была, на стоках, а сейчас у нее вот на Payoneer, то есть ее фамилия уже моя. И поэтому тоже бан. Поэтому тоже, если будет аккаунт на приятеля, а сток на вас, то имейте в виду, что такое тоже не проконает. Другое дело, если это какая-то будет, не знаю, может быть какая-то фирма-агрегатор, да, то есть посредник, то там уже может отдельное случае быть, но опять же надо проверять их вообще регальность. Поэтому, друзья, вот такие вот варианты. Я думаю, сейчас я некоторым раскрыл глаза на это все, что не факт, что вы приедете один раз, получится, переведете аккаунт и на этом все. То есть также работает PayPal, Skrill и Payoneer. PayPal там вообще отдельная тема. Я им сколько раз уже пересылал свои и реквизиты, и номер, вернее, и договор аренды, и какие-то банковские там реквизиты, им вообще по барабану. У меня там до сих пор, по-моему, около 300 долларов висит, и он даже не хочет его разблокировать. Поэтому вот так вот, друзья. А тем более, как некоторые еще предлагают какие-то документы левые, через Photoshop делать, да вы что. Это просто может быть пожизненный банк получиться на этом, потому что закончится вся ваша карьера, стокер. Поэтому, друзья, я думаю, что многим я кое-что разъяснил. Если какие-то вопросы будут, пишите в личку, поделюсь чем смогу.